Я уже как два года работаю военным. Уточняю, не буду. Эта работа была моей мечтой и добылся этого, но сейчас нет желания работать в этой сфере. Хотел бы заняться животноводством в направлении добывания молока и мяса. Что вы посоветуете, что делать в первую очередь, чтобы открыть турфирмы в Казахстане? Скажите, пожалуйста, как начать свое дело, если ты не опытный человек в бизнесе. Что мне делать дальше, не знаю уже. С 4 января до 11 мая сижу дома в депрессии. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатова». Сдавайте актуальные вопросы всегда к вашим услугам. Всегда буду стараться ответить настолько-настолько мы умеем. Ставьте лайк под эту рубрику. Рекомендуйте нашу рубрику людям, которые нуждаются. Станьте причиной изменения жизни других людей. И комментарии пишите, пожалуйста, внизу, что вы получали после того, когда ответили на вопросы этих людей. Рубрика создана для того, чтобы большее количество людей поддерживать. Большое количество людей, чтобы мы могли ответить на их вопросы. И это хороший способ общаться со мной, чтобы я общался с вами и так далее. Чтобы от этого общения была польза для других людей. Здравствуйте, Нурада Владов. Меня зовут Улук. Мне 24 года, женат. Ждем ребенка. Хотел спросить у вас совет на счет моей работы. Я уже как два года работаю военным. Уточняю не буду. Эта работа была моей мечтой и добился этого. Но сейчас нет желания работать в этой сфере. И каждый день, читаю ваши книги, смотрю видео уроки. Вот думаю начать свой бизнес. Через год закончится контракт. И как думаете по поводу, что я поеду в села и начну там свой бизнес? Хотел бы заняться животноводством в направлении добывания молока и мяса? Как считаете, правильно ли делаю, если оставлю эту работу и начну такой бизнес? И сейчас такой бизнес поможет подняться? Спасибо, дорогой Улук, за вопрос. Скажу вам вот такое. Конечно, такой бизнес поможет подниматься, но только чуть-чуть время требуется. Если вы сосредоточились на этот бизнес, она всегда была, деньги и будет. Люди всегда кушали мясо, хоть кризис, хоть не кризис. Любые времена люди кушали мясо. Они будут и дальше кушать, они не могут отказаться от него. Так что она всегда была прибыльным и будет прибыльным. Но, а другой вопрос, кто как его делает? Я знаю, что очень много из 50 или 100 человек, небольшое количество людей делят его профессиональной и нужной формы. Но большинство людей делят его средне, как понимают, потому что они не учатся этому, как это правильно делать. Просто они ориентируются на свой опыт, ориентируются на совете своих родителей, как будто у родителей было тысяч сорок долларов или как будто у них была большая ферма. И большинство случаев сейчас изменения, технология много чего изменила, но люди все равно продолжали этот бизнес делать по-старому, как, делали раньше. Поэтому вот что мой совет к вам. Вы должны сначала в этой сфере накопить опыт, найдите людей, хотя бы вот возьмите, вот делайте так, хотя бы 10 ферм найдите, 10 людей, которые держат фермы и составляйте себе в тетради 50 вопросов и ходите по каждой этой ферме, сдавайте эти вопросы, усваивайте ответы, изучайте. Только не думайте о деньгах, что столько денег надо, чтобы это делать. Вы должны просто знать конкретно, что делать. Когда вы точно знаете, что делать и когда вы все полностью понимаете, что делать, вам будут очень легко и просто. Ничего трудного тут я не вижу, но только вам надо минимум, как я вам сказал, минимум 10 ферме пройти, сдавать этот вопрос, чтобы конкретно все знать, понимать и так далее. Когда вы 50 вопросов сдадите каждому из них, вы очень много чего усваиваете по этому поводу именно в этом бизнесе. Вы изнутри поймете этот бизнес. Хорошо? Теперь, пока не увольняйтесь, пока изучайте, не увольняйтесь, работайте в себе, работайте, где вы работаете, продолжайте читать мои книги, продолжайте ютубе слушать и в обязательном порядке наберите информацию. 10 ферм изучайте. Когда это все вы делаете, потом, после того, когда вы накопили чуть-чуть, немножко денег, идите, начните из маленького, из маленького, но перед этим не увольняйтесь. Идите в селе, начните на нем, можно сказать, покупайте несколько там, не знаю, коров и так далее, и по этому рецепт. Дайте рецепт, пусть ухаживают и так далее, но пока не увольняйтесь. Не увольняйтесь до тех пор, пока доходы от этой вашей ферме, скажем, молока и так далее, не будет в месяц больше, чем ваша зарплата, которой вы работаете в городе. Когда чуть-чуть до этого дойдете, тогда, пожалуйста, 100% фокусируйтесь на вашем бизнесе и развивайте его. Бизнес перспективнее. Главное, как правильно его строить. Другой вопрос. Я живу в Казахстане, я хочу открыть туристические фирмы. Что вы посоветуете, что делать в первую очередь, чтобы открыть турфирмы в Казахстане? Я живу в села. Спасибо. Все зависит от того, где ваш рынок. Вы хотите, чтобы иностранцев привезти в Казахстан, или вы хотите казахстанцев отвезти заграничным? За границу. Казахстанцев везти за границей сейчас легче, на самом деле, чем из-за границы людей привезти в Казахстан. Из-за границы людей можете привезти в Казахстан, но небольшое количество. А казахстанцев везти туда вам будет намного проще, намного легче. На данном этапе так сложилось. Почему? Потому что уровень жизни населения уже поднимался по сравнению двухтысячных годах. Людей у большинства уже как-то жилье есть или машины есть и так далее. Не у всех, но у большинства есть. И они хотят путешествовать. Многие люди хотят сейчас путешествовать, хотят увидеть мир и так далее. поэтому ничего сложного нету. Вам надо просто несколько выставки участвовать, несколько в выставке участвовать, узнавать условия, узнавать контракты, цены и так далее. Заграничные компании, с которыми вы можете что? Подписать контракты и так далее. Есть огромное количество пансионатов, которые ищут себе партнера, вроде как вы. А потом вы, пожалуйста, регистрируете себе, как турфирма и изучайте, пожалуйста, все авиарейсы. Тут ничего сложного нет. изучайте все авиарейсы и все изучайте как виза делать и какие органы делать виза и так далее вот это все основные вещи это первое куда направить люди у вас должно быть контракт с ними чтобы какой-то льгот чтобы вы могли на них комиссию получать за границы которые отправляют это что египет что турция что тайла тайвань тайланд или малайзия или куда еще кола еще не знаю борнею или там этот бали и так далее куда дубай в общем все куда хотите отправлять чтобы у вас было хорошие контракты вы вы зарабатываете когда хорошие контракты владеете имеете а второе вы должны всю система виза хорошо знать и третье все авиалиниями и так далее иметь хороший контракт чтобы если вы людей направлять что у вас была достаточно хорошая скидка а четвертый создать хороший маркетинг хороший маркетинг, реклама, продвижение, чтобы люди знали, выбрали вас, заказали через ваши тур компании. Когда вы растете до определенного уровня, у вас будет много народа, надеюсь, что когда-нибудь будет, тогда вам надо очень хорошие отношения иметь с авиалиниями, чтобы иметь четвертые рейсы. До этого надо расти. Здравствуйте, Адмирот Довлатов, у нас бизнес, мы уже три года купим квартиры от денег инвестора, платим ежемесячный процент, сделаем ремонт, а потом продаем. Сейчас у нас пять квартир и не продаются. На время карантина что делать? Игорь из Молдова. Я понимаю Игорь, но я очень хорошо понимаю вас, дорогой, но вам нужно сделать так, что если период карантина, попробуйте вести переговоры с вашими инвесторами. Обычно даже банки давали леготи, банки даже давали леготи и так далее, и так далее, потому что это фосмажорная ситуация, это не вы виноваты, что так происходит. Да, когда кризис происходит, первым делом бьются по недвижимости, нужно чуть-чуть время, поэтому вам надо первым делом вести переговоры с вашими инвесторами. Почему? Кто заинтересован на ваше развитие? Инвестор должен быть вам как помощник, как партнер, он должен быть заинтересован, чтобы вы выросли, чтобы не пять квартир, а потом десять, двадцать, он заинтересован, чтобы вы помогли ему увеличивать его деньги. Он вам не долг давал, он вам инвестировал, так что ведите переговоры с ним. Это нормальное явление. По крайней мере, на полгода отодвиньте все проценты, на полгода минимум. Почему? Потому что рынок недвижимости быстро не восстанавливается игр. Это правда, это так и есть. А потом будут по чуть-чуть нормализоваться и так далее, он зарабатывает и вы зарабатываете. Это один из вариантов. Второй вариант, вам придется тогда на рассрочку продавать, чтобы люди частично давали вам деньги. То есть, чтобы барьер входа было чуть меньше. Барьер входа надо снижать, чтобы лишь бы продажи делать. Третий, вам придется совсем дешево отдать, но дешево отдать нельзя. Я бы не сказал, на минус давать это хорошо. Лучше чуть-чуть на рассрочку давать и стабильно каждый месяц собрать деньги, отдавать. Это тоже будет проще. Договариваться надо вам с инвесторами вашим, чтобы он вас поддержал в этой идее. Вот это очень, это же совместная работа. Вы же помогаете ему увеличивать его деньги. Так что он пусть тоже вам помогает, пусть поддерживает вас. Здравствуйте, пожалуйста, как начать свое дело, если ты не опытный человек в бизнесе. Не могу определиться с чего начинать, как найти свою сильную сторону. Заранее благодарю. Вот, дорогой мой Арман, не надо стать рабом. Это ничего хорошего нет в этом. Я вас очень хорошо понимаю. Но если вы хотите реально добиться успеха или бизнеса, идите, выберите одно направление, в которое вам чуть-чуть легко уйдется. Или у вас немножко симпатия к этому. Или нравственность к этому. Но идите там работайте. Сначала вкладывайте время туда. Работайте там сначала достаточно долгое время. Хотя бы года три. Или год минимум. И чтобы вы изнутри все понимали, как это бизнес получает прибыль. Главная задача в чем? Бизнес открывать. Суд не в том, чтобы владеть бизнесом. Суд в том, чтобы владеть прибыльным бизнесом. Чтобы ваш бизнес принес прибыль. Поэтому, когда я вам говорю, идите устройтесь на работу где-то. Не просто идите там, не знаю, уборщиком работать, охранником работать. Нет. Вы должны работать где-либо только для того, чтобы понять, как эта компания получает прибыль. Когда вы все хорошо поймете, как эта компания получает прибыль, тогда вы можете тоже сами делать у себя. Но если вы не поняли, как компания получает прибыль, Вы не можете это отстроить в своем бизнесе. Запомните это, пожалуйста. Это очень-очень важная вещь. Ассаламу алейкум, Саидмура Довлатова. Меня зовут Рустам, мне 45 лет. Когда-то я был почти миллионером. Я занимался строительством, и оборот были 870 тысяч долларов. Я смотрел ваш тренинг, что когда человек хочет стать еще богаче или расширяется, он катится вниз. Это на 100% случилось со мной. Еще осталось дольше, 24 человеку, 226 тысячи 470 долларов. Я кручусь по кругу и кругу, наоборот, все катится вниз. Смотрю назад, ничего не добился в жизни. Чем дальше рискую, тем хуже я живу. Что мне делать дальше, не знаю уже. С 4 января до 11 мая сижу дома в депрессии. Не хотелось бы, мои работники это видели и чувствовали. Все управляю из дома онлайн. Я хотел учиться у вас, посещать ваши тренинги. Дорогой мой Рустам, вы можете дойти до определенного оборота, до определенного уровня случайно. Бывает случайно, да, бывает. Случайно повезло вам или как в виде там, не знаю, удача улыбается в человеке. Но можно случайно иногда дойти до этого без знаний, просто на свой опыт, на свой, скажем, собственном опыте. Но иногда дойдешь до миллиона оборотов, иногда до трех миллионов оборотов. Есть люди, я это видел, но удержать не можете. Без профессиональных знаний удержать не можете, повторять не можете. Я это называю эффект фейерверга. Фейерверг, видели? Бух, блестит красиво, ярко, светло, а потом исчезнет. Вот это есть эффект фейерверга. Когда вы, бух, резко у вас дело хорошо, вроде бы все есть, а потом все исчезнет. Это эффект фейерверга. Или вы можете стать профессионалом, добываться эффекта утренняя звезда. Утренняя звезда, она никогда не гаснет. Она всегда ярко горит. Если вы хотите реальный успех, вам надо добиться эффекта утренняя звезда. Теперь, в данном случае, что вам нужно делать? У вас долги. Но на данный момент вы пишите, что у вас есть молочная ферма в Ивановском области. И имеют 13 точек продаж продукции халял. То есть, получается, что вы молочная ферма, у вас есть ферма. Вы даете молока и обеспечиваете продажа. Вы сейчас зарабатываете в этом. Вам надо фокусироваться на этот бизнес. Если вы поняли, что у вас получается здесь прибыль получать, вам надо фокусироваться на этот бизнес и увеличивать то, что вы получаете деньги. То есть, откуда вы получаете деньги, его надо увеличивать. Если у вас есть 13 точек продаж и хотя бы каждый из них в день дает вам по 100 долларов, значит 1300 долларов. Но если даже чуть меньше, но вам надо фокусироваться, как это увеличивать. Но если вы видите, что это невозможно увеличивать, только тогда вам надо изучать строительство, в котором вы работали. Потому что вы там имеете опыт, но только вы должны теперь в следующий раз работать на руками, а больше головой. Богатство не там, где вы работаете. Богатство совсем в другой сторону находится. То есть, есть физический труд, есть умственный труд. Дело в том, что богатство находится, где умственный труд. А физический труд является всего лишь причиной, которая подталкивает или начинается это богатство. Понимаете, физический труд всего лишь является, как в машине стартер бывает, заводит мотор. Вот и все. Физический труд только эту роль играет. Поэтому богатство находится, где умственный труд. Если вы хотите, чтобы в строительстве добываться хороших успехов, то вы сейчас продолжаете год. Вот свою вот эту молочную ферму развивать и так далее год. Параллельно изучайте очень хорошо сферы строительства. Рустам, почему я так говорю? Потому что в строительстве, особенно в дальний момент, где вы в России работаете, у вас актуальность больше и больше становится. Почему? Потому что эта работа большинство европейцев сейчас не приезжает. Украинцы из Молдавии и так далее, Беларуси, они едут в Европу работать. Весь строительство, которое в России осталось большинством азиатам. По ваше имя я понял, что вы из Средней Азии. И, понимаете, из Средней Азии народ уже стал более профессионалом в строительстве, нежели чем раньше. Вам надо просто хорошо усваивать эту работу, создать хорошую команду, хорошую бригаду и начать еще раз продолжать. Еще у вас все получится. Но если вы будете сидеть в депрессии, ничего не будет. Это ваш выбор. Найдите мою книгу «Как стать миллионером...» Ой, «Десять шагов как стать миллионером в траектории СНГ». Найдите эту книгу. Прочитайте его пять раз, семь раз. Я могу уверенно сказать, вы снова станете еще миллионером. Знаете, мне жизнь давала очень много необычных уроков. Один из них вот это. Я заметил, что большинство людей при первой неудаче сдаются. Эти первые неудачи, они могут произойти с вами на три года. Или за прямо первый год. Или на... Ну, в общем, когда вы впервые что-то делаете, какой-то момент чуть-чуть успеха и потом спад. И большинство людей, именно когда спад, и долги они бросают. Бросать нельзя. Потому что именно внутри эта проблема для вас раскроется тайна. Решайте его. Думайте, как эту проблему решать именно там, в этом сфере. Тогда вы по-настоящему в будущем в этом бизнесе просветаете. Просто не надо бросать, не надо сдаваться. Дорогие мои, неудачников не бывает. Только есть люди, которые реально сдаются. Ставьте лайк. Рекомендуйте нашу рубрику своим друзьям, знакомым. Подписывайте на наш канал. Под это видео вы видите почту. Свои вопросы пишите на эту почту. Пожалуйста, о комментариях пишите. Что вы поняли. Дорогие мои, от слова приходим к действию. Теперь пишите внизу ваши планы действия. Каковы будут ваши планы действия после того, когда послушали эту рубрику. Желаю вам успехов. Это все лишь, чтобы помогать большее количество людям.